Задача в Новый год войти с газом. Председатель регионального правительства Константин Храмов побывал сегодня в Дубовском районе. Он лично проинспектировал, как идет газификация села Лазное. Напомним, что из-за ошибок в проектировании и нерасторопности подрядчиков в преддверии зимы жители поселка чуть не остались без тепла. И эта ситуация стала предметом разбирательства на недавнем заседании общественного совета при губернаторе Волгоградской области. Репортаж Людмилы Кухаревой. Теперь в доме гораздо теплее, чем несколько недель назад, рассказывает хозяйка. И на улице не холодно, и в комнатах электрические обогреватели. В ожидании прихода голубого топлива Альбина Николаевна сломала старую печку, которую топила дровами и углем. И, как и многие жители села Лазное, погорячилась. Эту осень селяне провели, что называется, в экстремальных условиях. Ну вот так в одежде, вот здесь вот спала. В одежде прям во всем. И одеялом накрывался, и все. Поточки, по крови. Когда было холодно, температура в доме Альбины Николаевны не поднималась выше 10 градусов. Бывало и ниже. Иногда даже 7 присоединяется к разговору и Нина Ивановна Дудина. Она живет по соседству и тоже в ожидании газа полностью избавилась от печного отопления. Голубому топливу селу Лазное должны были подключить еще в августе. Но этого не произошло ни в сентябре, ни в октябре, ни даже в ноябре. Подрядчики самовольно отступили от проекта и нарушили сроки газификации. 25 числа мы с сентября, когда сюда приехали, мы увидели, что трубы у нас буквально через мост висели. Что о тех сроках, о которых заявил подрядчик, просто нереально было выполнить. Сегодня картина совсем другая. Сейчас мы видим, что практически все службы ответственные за проведение, ремонт, работы, запуск, наладку оборудования, также заключение договоров находится непосредственно в селе. Жителям никуда ехать не надо. В ситуацию, когда у жителей Лазного маячила перспектива остаться зимой совсем без отопления, вмешались региональные власти. Проблема стала предметом бурного обсуждения на заседании общественного совета при губернаторе, где было решено установить в домах, которые уже невозможно топить углем, бытовые нагревательные приборы. Расходы на их приобретение, монтаж новой электропроводки и оплату электричества за счет подрядной организации. Как сейчас обстоят дела в Лазном, на месте убедился председатель правительства региона. Сегодня я посмотрел и документацию, которую сегодня контролирует наш Минстрой, что документы, в принципе, готовности идут, выполняются. Ну и самое главное, расстава задача не повторять таких ошибок. Сегодня работы по газификации Лазного идут в авральном режиме, но это не должно сказаться на их качестве. Подвел итог своей поездки в Дубовский район премьер-министр регионального правительства. Голубое топливо должно прийти в дома селян в конце декабря. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтубы» из Дубовского района.